Иностранцы на службе в израильской армии. Теперь попасть в вооруженные силы еврейского государства могут люди, не имеющие гражданства. Главное условие, они должны находиться на территории Израиля и быть потомками евреев в четвертом поколении. Больше расскажет Сергей Ослендер. Идея, что называется, давно витала в воздухе. В Израиле проживают сейчас тысячи молодых людей, которые не имеют гражданства и даже вида на жительство, а только визу для постоянного пребывания. Как правило, это потомки евреев в четвертом поколении, которые не подпадают под действие закона о возвращении и не имеют права на гражданство. Среди них немало и граждан Украины. Многие действительно хотят служить, в том числе и по патриотическим соображениям, но армия таким всегда отказывала. Теперь не будет. Распоряжением министра обороны предписано таких юношей и девушек на военную службу брать. У них такой возможности нет. А очень часто бывает так, что они чувствуют себя частью этой страны. Они сионисты зачастую. Но ввиду технического какого-то положения, то есть они не пробыли в Израиле достаточное количество времени, чтобы успеть получить статус либо постоянного жителя, либо гражданина, они призваться не могут. Зачастую они пробуют снова, снова и снова. Ко мне в Министерство обороны приходят подобные обращения. И царь до настоящего момента, у него просто не было подобного разрешения. Министр имеет право своим распоряжением дать подобное разрешение, и он ему дал. В принципе, иностранцы и раньше могли служить в израильской армии, но только те, кто подпадал под действие закона о возвращении. Три поколения, евреи, его дети и дети его детей. То есть те, кто имел право на гражданство, хотя гражданство для этого не требовалось, только личное желание. Теперь в военном руководстве решили пойти дальше. Для подобных молодых людей это сильно облегчит процедуру получения гражданства, хотя, опять же, не гарантирует его автоматического получения. Но в Министерстве внутренних дел уверяют, что дела вот таких юношей и девушек будут рассматривать в ускоренном порядке, а военную службу будут учитывать при решении вопроса о гражданстве. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль.